Сегодня я хочу рассказать о том, с какими не очень приятными моментами может столкнуться художник, мечтая продавать свои работы. И дело здесь не в конкуренции, и даже не в ваших художественных способностях. Послушайте, пожалуйста. Тема обозначена. Давайте начнем наше размышление. Возьмем человека. Допустим, это студент. И сейчас студент занят своей учебой и тем, чтобы удовлетворить свои первичные потребности. Быть сытым, теплоодетым, но на развлечения тоже должно оставаться. Итак, первая задача человека – это удовлетворить свои первоначальные потребности. Но вот студент учится, получает хорошую профессию и устраивается на хорошо оплачиваемую работу. Ну, давайте возьмем такую идеальную ситуацию. И вот в его круг интересов попадают более красивые вещи. Он может купить себе одежду другого класса. Он раз в неделю ходит в ресторан и со временем покупает квартиру, в ипотеку, конечно, и желает как-то обустроить свое жилье. Через какое-то время ему это удается. И вот дело доходит до украшения своего помещения. Какие картины он выберет для того, чтобы украсить свое жилье. Он делал это и раньше, расклеивая в своей комнате плакаты знаменитых музыкантов. Но сейчас он видел у своих друзей в кафе, в которое он ходил, что там на стенах висят некие объекты, называемые картинами, и некоторые из них ему даже понравились. Кавков его выбор. Безусловно, он выбирает согласно своего возраста, согласно своих интересов и, возможно, рекомендации друзей. А еще те объекты, на которые он обращал внимание, которые ему понравились. Если до этого момента он ни разу не был в картинной галерее и в музее, то, скорее всего, классическая живопись вообще выпадает из сферы его интересов. Но давайте подумаем, а что вообще ищет этот человек? Он ищет украшения для стен. И сейчас он не готов покупать дорогие картины. Украшения, которые будут соответствовать его личности, тем установкам личности, которые есть на данный момент. Но утилитарная функция тех арт-объектов, которые он ищет, это именно украсить пустые стены в квартире. Можем ли мы требовать от этого человека глубокого понимания искусства? Дадим ли мы ему знания, знатока живописи? Скорее всего, даже если будем давать, он откажется. И будет действовать согласно своих интересов, не обращая внимания на рекомендации каких-либо искусствоведов. Сейчас он удовлетворяет свой интерес, украшает свое жилье так, как ему хочется. Давайте представим, что в финансовом плане жизнь этого человека складывается успешно. И он получает новые должности, возможно, делает какие-то изобретения в той сфере, которую избрал для своего жизненного пути в профессиональном плане. Денег стало больше. Человек задумался о инвестициях. Да, это могут быть ценные бумаги, недвижимость. И он делает эти ходы в своей жизни. Но, как показывает практика, эти активы могут менять свою стоимость, а иногда и вообще пропадать с рынка, уводя бюджет в минус. То есть инвестиция, сделанная, полностью сгорает. Где взять такой актив, который будет сохранять свою ценность с течением времени? Может быть, это живопись? Да, живопись является одним из лотов, в которые инвестируют деньги. Но не всякая картина любого художника подходит для того, чтобы стать объектом инвестиций. Так какие картины могут быть теми, в которые люди готовы вкладывать свои деньги? Обратите внимание на подход. Вложить, инвестировать свой капитал. Что это значит? Значит, мы имеем дело со спекулятивным активом. Картина и художник, ее создавший, должны дать рынку спекулятивный актив. Тот, кто вкладывает деньги, должен быть уверен в том, что со временем этот лот будет расти в цене. И вот здесь наступает главное разочарование творческого человека. О красоте уже никто не говорит. Вы пишете пейзажи, ловите тонкие состояния природы, пропускаете это все через себя, отображаете на холсте. Но это не является ценой картины и никак не влияет на эту стоимость. Как же создается спекулятивный актив в виде арт-объекта? Это может быть изговор богатого человека и художника, когда рынку объявляется, что данная картина продана за сумму с большим количеством нулей. И теперь это является пределом стоимости этого художника. Его работы взлетает в цене, и теперь рынок имеет в своем активе как раз вот этот спекулятивный объекты, в которые можно вкладывать. Безусловно, Дюран Рюэль рисковал, покупая картины Клода Моне и других импрессионистов. Но как гениальный предприниматель, он делал именно инвестиции? Как делать, чтобы поддерживался вот этот спрос на художника? Во-первых, художник не должен теперь делать по одной работе в день. Он должен создавать некий дефицит. Еще одним моментом даже жизни художника имеет значение. Как-то на одном сайте, аукционе я видел запрос. Ребята, подскажите, чья это картина? Сколько она стоит? Ему назвали фамилию художника, и он спрашивает, а он еще жив? То есть, если художник уже ушел из жизни, то картина стоит дороже. Видите, как обстоят дела на этом рынке? Опять, я еще раз повторю, о красоте уже никто не говорит. Есть и другие способы раскрутки художника. Все они в основном связаны с вложением капитала в мастера, а потом уже капитализация его деятельности. Здесь мне могут возразить и сказать, что разве нет коллекционеров, которые действительно ценят живопись и покупают красоту? Согласен, есть. И у меня такие коллекционеры покупали картины. Могу сказать, что их немного, это единицы. И здесь даже речь идет не о капитализации и не о сохранении своих денег, а действительно о коллекционировании. Человек испытывает удовольствие от общения с картинами, с живописью, с художниками. Возможно, сам когда-то хотел быть художником, но жизнь так сложилась, что занят другими делами, имеет бизнес, имеет средства для покупки картин. И здесь такое половинчатое. И свое жилье украшает, и коллекционирует, и может много рассказать и о тех художниках, которые имеют в своей коллекции, и вообще о живописи. Да, такое тоже имеет место быть. Но давайте возьмем коллекционера. Вот красивая картина, а вот картина с именем художника. И, зная о том, что за имя платят больше, он, соответственно, приобретет именно эту работу. Возможно, я кого-то разочаровал. Вы пишете пейзажи, оттачиваете мастерство, и кажется, что еще год-два вы будете непревзойденным мастером, и тогда покупатели хлынут к вам и будут сами поднимать стоимость работы. Боюсь, что этого не случится, если же вы не посмотрите на арт-рынок другими глазами. А точнее сказать, нужно определить свое место. И первый вопрос, который я хочу вам задать. А вы хотите в то сообщество, где красоту не ценят, и вообще важно, живы ли вы или нет. Вы хотите сделать свое искусство именно вот этим спекулятивным активом, за которым ваша личность будет практически не важна. Да, будут говорить. Это картина Альберта Мартынова. И вы будете улыбаться от того, что так приятно произносят вашу фамилию. Но кто стоит за этой фамилией, вообще не важно. Так что же делать нам творческим, тем, кто начал свой путь в искусстве, обращая внимание на красивый цветок, на прекрасный пейзаж заката? Как быть? Давайте вспомним того самого студента, который получил хорошую профессию и теперь уже стал специалистом, имеющим деньги и находящийся на первой стадии украшательства. Да, именно для него и стоит работать. А также для тех других, которые только что закончили ремонт своей квартиры и желают украсить свои стены. А еще нужно быть художником, в широком смысле этого слова. Красотой озабочены не только те, кто покупает картины. Любое мероприятие, проходящее в учреждениях, должно быть как-то оформлено. На стенах что-то должно висеть. Упаковка лекции о искусстве в местной библиотеке. Ваша выставка в местной картинной галереи с мастер-классом, который вы проводите. Вот они ваши поклонники, которые теперь уже совсем по-другому начинают смотреть на ваши картины. Нет, они не будут инвестировать туда свой капитал. Они оценят вас как личность и купят вашу картину. Потому что теперь они не безразличны ни к вам, ни к вашим работам. Сотни людей хотят знать, кто такие импрессионизмы и каков был их стиль живописи. Читайте лекцию и одновременно пишите картину в стиле импрессионизма. Пусть это получается плохо. Вы будете писать какой-то фрагмент большими мазками. Но именно так вы покажете и расскажете, как накладываются мазки на поверхность в стиле импрессионизма. Люди не прочь узнать, кто такие русские классики. Вот вы рассказываете о Саврасове и о Шишкине. И делаете на палитре замес и накладываете краску на поверхность холста. Если нет демонстрации большого экрана, люди встают с места и стараются заглянуть в вашу палитру. Посмотрите, как пробуждается интерес к живописи у обычных людей. Вы, как таракан за печкой, сидите и пишете свои пейзажи, которые никто не видит. И ждете, когда будет признание, когда ваши работы будут продаваться. Этого не случится, если вы не выйдете к людям, не расскажете о своих работах и не покажете их. Послушайте комментарии Александры Токаревой, которые я увидел в ВКонтакте. У меня в коллекции 20 картин разных мастеров. И сейчас мне сложно найти что-то, чтобы мне понравилось. Потому что большинство современных картин – это пейзажи, букеты и парусники. Скажите, сколько можно букетов повесить в доме? Или закатов? Или деревенских домиков с покосившимся забором? Поэтому, увидев еще один натюрморт, даже искусно исполненный, мне не хочется его купить. Я ищу картины сюжетные, чтобы они рождали мысли, чтобы было какое-то действие. Открывай любое произведение – Гюго, Золя, Саган. И там, прямо по каждой странице, можно писать шедевр. Таких картин 1%. Все остальное – цветы в вазе и без. Какая прекрасная, бесплатная подсказка нам, художникам. А теперь посмотрите на свои картины. И не говорите, что я вас чем-то не вдохновил. Может быть, вы сами уже давно себя ничем не вдохновляете. И надеюсь, что вот этот комментарий Александры Токаревой даст нам огня. Очень частым аргументом является тот момент, что картины не покупают, потому что у людей нет денег. Прямо сейчас посмотрите в окно. Если вы живете в более-менее многоэтажном доме, пятиэтажном, сколько машин вы видите под своим окном? Десять, двадцать? Каждая из них стоит больше миллиона рублей. И здесь вы скажете, что она куплена на последний, теперь это она уже есть, и у него опять нет денег на картины. Посмотрите вот на эту большую машину. Чтобы она ездила, десять тысяч рублей нужно ежемесячно на бензин. Необходимо служить красоте и людям. На этом я заканчиваю. Теперь у вас есть пища для размышлений. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok